Здравствуйте! Эфир продолжает программа события. В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самары Елена Лапушкина продолжает встречи с жителями города в рамках партийного проекта «Мой дом». Одна из таких прошла в Октябрьском районе. Управляющим МКД и ТСЖ рассказали о том, как решать возникающие проблемы, какой цифровой ресурс поможет оплачивать коммуналку без дополнительной комиссии, как сагитировать жильцов на общие собрания и многое другое. Перед встречей глава города смотрела благоустроенные дворы и общественные пространства района, а также обсудила с жителями планы на будущее. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Территорию в Постниковом овраге недалеко от кольца трамвайных путей приводит в порядок. В будущем здесь планируют посадить деревья, разбить цветники. Сейчас все работы ведет строительная компания за свой счет, чтобы облагородить участок. Это вы сами за свой счет делаете? За свой счет, да, Елена Владимировна. Мы решили появить активную позицию. Спасибо огромное. А предложения-то какие по этой территории? Предложения? Предложения продолжить благоустройство, допустим, озеленение, потому что газон достаточно пусто выглядит, так скажем. И если есть такая возможность рассмотреть ее как бы закрепление за специализированной организацией. А она сейчас за вами? Она сейчас, да, она фактически неразмежованная. То есть мы ее как общественное пространство на голосование выносили, но фактически она обслуживается нашим МБУ. Глава города Елена Лапушкина осмотрела два пустующих участка и предложила местным жителям поучаствовать в областном проекте содействия, чтобы благоустроить территорию. А вот на пятой просеке жители уже сами готовы вложиться в благоустройство сквера, чтобы организовать место для комфортного досуга и даже разработали проект. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. И конкретно мы с моей супругой внесли миллион рублей для того, чтобы сделать, благоустроить этот сквер. Он не будет закрытый. Я не хочу эту землю в свою собственность. Всего лишь я навсего хочу, как человек, который увлечен своим делом, это чтобы у детей было нормальное место гулять. Не только у моих, а у всех жителей района. Однако против выступили соседи, которые не хотят под окнами детскую площадку. Инициаторы проекта благоустройства рассказывают, что большинство жителей соседних домов проголосовали за детскую площадку, а соседи уверяют, что ничего не знали о проекте. Глава города призвала жильцов все же прийти к общему решению. А тем временем жильцы 22-го дома на Новосадовой радуются благоустройству двора. Территорию привели в порядок по программе «Комфортная городская среда». Но дополнительно жильцы вложились и сами, чтобы благоустроить дорожки к подъездам. Мы делаем только прямой вход, а уже управляющие компании подходы к подъездам. А, то есть вот это вы делали? Вот эта часть, да. Вот где мы сейчас с вами идем, это мы. А вот это уже... Примыкание-то хорошо сделано. А это все делал один подрядчик. Мы сразу же вышли к этому подрядчику, предложили о том, что мы готовы заключить договор и комплексно все это сразу сделать. Он на это согласился и, соответственно, мы сделали. Ну, отлично вообще, прям отлично. Теперь надолго вам этого хватит? После объезда территорий глава города провела семинар с активом Советов многоквартирных домов Октябрьского района в рамках проекта «Мой дом». Напомним, региональный проект продолжает помогать жителям в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Он создан по инициативе губернатора и секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Потому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более двухсот таких встреч. В них приняли участие порядка семи тысяч активистов. Проект получил очень серьезное развитие. И, конечно, в рамках этого проекта возникает масса вопросов. Появляется новое законодательство, появляются новости, которые мы бы очень хотели вам сегодня рассказать и донести. В помощь председателям МКД запустили ресурсные центры, где ведут работу по приему жителей и консультированию госжилинспекции. О них рассказала координатор проекта «Мой дом» Ирина Качуева. Два раза в неделю там будет производиться консультирование всех активистов. Также, и мы уже найдем договоренность с государственной жилищной инспекцией, раз в месяц прием будет вестись. Именно в том числе и жилищная инспекция. И если мы понимаем с вами, коллеги, что у вас есть какие-то проблемные управляющие организации, и не идут они на контакт, не слышат активистов, не хотят работать вместе со старшими по домам, мы будем их приглашать в эти же ресурсные центры, чтобы те проблемы, которые есть на домах, мы решили к удовлетворению жителей. А современная удобная платформа ГИС ЖКХ, о которой рассказала руководитель областной госжилинспекции Виктория Коткова, обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. На семинаре присутствовали и руководители профильных департаментов администрации города, представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района тоже смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События. Еще одна встреча в рамках проекта «Мой дом» прошла в Кировском районе областного центра. Здесь горожан познакомили с системой ГИС ЖКХ и ответили на волнующие вопросы по управлению домами. Подробности в следующем материале. Правовая помощь в просвещении и повышении эффективности управления многоквартирными домами. Для председателя советов МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Кировского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении многоквартирным домом. Тренинг проходит по тем вопросам, которые поступают и от жителей, и от старших поддомов. В основном это, так скажем, вопросы, связанные с содержанием личного имущества, тариф, каким образом формируется, как правильно подать заявку в ту или иную структуру, но в большей степени это управляющая компания и ресурсоснабжающая организация. Потому что не все, так скажем, юридически подкованы. Я не хочу сказать, что люди вообще не разбираются, люди разбираются, но есть такие нюансы, которые мы как раз и доводим. В Кировском районе областного центра 1550 многоквартирных домов. Практически во всех из них есть председатели МКД. В прошлом году обучение прошли 295 человек. В 2022-м планируют провести тренинги еще для 300. В семинарах участвуют председатели ГЖИ, профильных министерств и департаментов, сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, участникам выдаются так называемые шпаргалки – рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть не только все ссылки на нормативные правовые акты, которые работают в сфере ЖКХ, но и бланки образцов заявлений. Если у жителей имеются какие-то вопросы в части нашей работы, мы также их предоставляем, те материалы, которые получили в ходе обучения, они также с ними знакомятся, и ряд вопросов у них снимается. И, соответственно, проблем и каких-то шероховатостей в наших отношениях становится меньше. Сейчас в рамках электронного документа оборота идут большие изменения. Недавно заработала платформа «ГИЗ ЖКХ». Она позволяет собственнику видеть структуру своего дома, отслеживать работу управляющих компаний. Чтобы председатели МКД умели пользоваться этим ресурсом, проводятся такие семинары. В том числе эта программа позволяет определить старшего председателя МКД, который будет являться администратором по своему дому и управлять всей информацией, которая там есть, включая проведение онлайн-собраний, общих собраний, соответственно, будут проводить обучение в дальнейшем с жителями этого многоквартирного дома. Напомним, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД 8-800-55-55-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, События. Активные, инициативные, талантливые. На поляне Мустрюковских озер в Самарской области прошла церемония открытия 10-го молодежного фестиваля Приволжского федерального округа Иволга. Участники уже успели обустроить свой быт в палатках под открытым небом и побывать на лекциях, семинарах, тематических выставках и мастер-классах. Анатолий Головко познакомился с юношами и девушками, которые приехали в 63-й регион со всех уголков России. Показать свои инновационные проекты всей стране, найти новых друзей, коллег и единомышленников. В Самарской области на поляне Мустрюковских озер стартовал юбилейный 10-й по счету молодежный фестиваль Иволга. После большого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, самые талантливые и креативные юноши и девушки вновь собрались вместе под открытым небом. Мы правильно питаемся, мы занимаемся спортом и мы обязательно, конечно, прокачиваем в первую очередь себя и свои личностные качества. В этом году участники форума пройдут образовательную программу, которая включает в себя 9 профильных смен. Ключевым нововведением 10-го юбилейного форума является сквозная тема «Единство народов России». Кроме того, в программе предусмотрены тренинги, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, мастер-классы, межрегиональные и межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, выставки, ярмарки, инициатив, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней. У нас и живопись есть, и роспись значков, и плечения фенечек, и жонглирование, и все, что сделают ребята, любой человек с этого форума, который захочет прийти познакомиться с нами, познакомиться с инклюзией, с нашими ребятами, унесет частичку с мастер-класса с собой на память об этом замечательном форуме. Авторы лучших проектов получат финансовую поддержку для реализации своих идей. В этом году грантовых конкурса два, окружной и всероссийский. В рамках первого три направления – бизнес-проекты, проекты в сфере государственной молодежной политики и этнокультурное многообразие и единство народов. Победители смогут получить грант до 500 тысяч рублей. В рамках всероссийского – 15 направлений. На поддержку своих инициатив у резидентов форума есть возможность выиграть до полутора миллионов рублей. Я приехал презентовать свой проект «Автономика». Мы уже прошли, посмотрели по спискам в финальную стадию. 26 числа уже будем защищать проект и получать финансирование на него. Молодежный форум ПФО проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором выступает правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Дерзайте, творите, оставляйте яркие эмоции на всю свою жизнь. С открытием, Волга! Мне хочется пожелать вам замечательной творческой работы, чтобы вы вышли отсюда с приобретенным багажом знаний, с дружбой, с новыми командами, с новыми друзьями. Ну и закончится, мне хочется свое выступление словами, которые так часто звучат на этой поляне. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Поздравить участников форума в день открытия приехала глава Самары Елена Лапушкина. Все креативные идеи, все самые современные идеи, конечно, идут от молодых людей. Они и видят пространство по-другому. Они и проблемы наши оценивают совсем по-другому. Иногда предлагают такие решения, которые нам, к сожалению, были не видны. Они нас подталкивают в совершенно другом направлении, абсолютно правильно, абсолютно современном. И, конечно, хочется за ними идти и воплощать их идею в жизнь. В день открытия участники, гости и зрители стали свидетелями танца шаманов, который разбудил Иволгу. Пришли в восторг от невероятных декораций и музыки в стиле фанк. А также познакомились поближе с историей форума и смогли лицезреть дефиле участников регионов. Хэтлайнером первого дня стал музыкант, блогер и актер Ваня Дмитриенко. 16-летний юноша раскачал поляну и зарядил всех гостей хорошим настроением. Ты не раяю, Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Что? Ты не раяю, Питер, ты моя своя Питер на одной орбите. Торжественное закрытие окружного молодежного форума ПФО «Иволга» состоится 28 июля. В этот день будут подведены итоги работы каждой смены и награждены победители. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Самарские врачи выписали более 30 тысяч электронных рецептов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Сервис внедрен в работу медучреждений по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Теперь врачи могут выписывать рецепты в электронном виде непосредственно в информационной системе при оформлении карты пациента на приеме. Врач, используя свою цифровую подпись, выписывает рецепт в форме электронного документа. Дополнительно медработник может проанализировать всю информацию о предыдущих назначениях, схеме приема, дозировках, а также совместимости лекарственных препаратов. Чтобы пользоваться электронными рецептами, пациенту необходимо установить мобильное приложение «Мой рецепт». Там можно посмотреть, в каких аптеках купить препараты и по какой цене. Для покупки достаточно показать QR-код на экране телефона. Для фармацевтов сервис упрощает проверку рецептов на подлинность, собирает статистику и позволяет корректировать закупки в зависимости от спроса. В пятницу 22 июля глава Центробанка Эльвира Набиулина озвучила прогнозы на ближайшую перспективу. Ценовое давление продолжает ослабевать. Снижение цен продолжается почти без перерыва вот уже 9 недель. Экономический спад будет более растянутым по времени и, возможно, менее глубоким. По оценкам Центробанка, в этом году он составит 46%. Оборот наличных долларов в России сохранится даже при самом апокалиптическом сценарии. При этом Центробанк продолжит политику по стимулированию перевода балансов банков в рубли или валюту дружественных государств. Красных линий по уровню ключевой ставки для Центробанка нет. Ее траектория будет такой, какая потребуется для снижения уровня инфляции до 4% к 2024 году. В сентябре Банк России будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной иностранной валюты. Лимит составляет 10 тысяч долларов. По словам Эльвиры Набиулиной, он сопоставим с размерами 90% имеющихся валютных вкладов. Также она добавила, что у специалистов Центробанка нет оснований полагать, что в ближайшем будущем ситуация с поступлением иностранной валюты в страну претерпит кардинальные изменения. Саксофоны и кларнеты, скрипки и виолончели. В 4-й музыкальной школе Самары пополнение. Сюда привезли новые инструменты, оборудование и учебные материалы. Все это в рамках национального проекта «Культура», что оказалось как нельзя кстати. В этом году учебное заведение отметит 75-летний юбилей. Подробнее Елена Чернявская. Пианино, виолончель, саксофоны и скрипки. Новые жители поселились в стенах одной из старейших музыкальных школ Самары 4-й. В этом году учебное заведение отметит 75-летие. И обновление инструментов здесь ждали 20 лет. Новые инструменты поступили в школу благодаря реализации национального проекта «Культура», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В этом году 10 детских музыкальных школ и школ искусств Самары проводят масштабное обновление материально-технической базы на общую сумму более 57 миллионов рублей. Более 5 миллионов рублей идет на оснащение каждой школы. Мы приобретаем в этом году вместе со школами 4 рояля, 27 пианино, 14 струнных инструментов, 33 народных инструмента, 27 духовых инструментов. Конечно, это в основном инструменты наших отечественных производителей. И надо сказать, что и фабрики, и ателье, и вот эти мастерские здорово вообще набрали такой крейсерский ход к данному времени. И инструменты поступают очень хорошего качества. И мы сегодня, наверное, с вами еще услышим, как ребята на этих наших отечественных российских инструментах играют, и это великолепно. Ученики с радостью осваивают новые инструменты. Ирине Тренькиной 13 лет, половину из которых девочка занимается в музыкальной школе. Говорит, скрипка – ее призвание. Новому инструменту рада безмерно. Здесь звук более мелодичный, удобнее играть. Скрипка сразу уже кажется своей, родной, близкой. За пару дней я с ней, можно сказать, так сильно подружилась, что мне хочется расставаться, играть, играть и играть. Комплект музыкальных инструментов школы пополнили 4 новые скрипки, 3 виолончели, 2 саксофона, 2 кларнета, 3 флейты. Фортепианный класс оснастили новыми пианино российской фабрики Михаил Глинка. Тезка великого композитора Миша Галутва играет на новом инструменте осторожно, прислушивается к его звучанию и делится впечатлениями. Из плюсов я могу отметить очень красивый бархатный звук, но просто единственная проблема это в том, что их приходится разыгрывать и не сразу получается на них играть, потому что механика очень тяжелая с самого начала. Помимо музыкальных инструментов в школу поступило новое оборудование и учебная литература. Концертный зал школы украсили комфортные кресла отечественного производства, а учебно-методический фонд пополнился необходимыми учебниками по сольфеджио и музыкальной литературе. Все это станет хорошей базой для обучения юных талантов, но самое важное – новые инструменты позволят поднять качество обучения будущих музыкантов на новый уровень и идти в ногу со временем. Инструменты струнные, духовые закуплены, конечно же, прежде всего для пополнения творческих коллективов. Может, будут созданы какие-то новые интересные коллективы, расширятся, репертуар обновится, дети вольются в эти творческие коллективы. Наши детки раскроют свои таланты на конкурсах. Я думаю, что школа получила новые возможности и перспективы. У детской музыкальной школы номер 4 – удивительная история. В летописи учебного заведения яркие события и легендарные имена педагогов, выпускников, детских коллективов, которые вошли в историю города и прославили Самару. В этом году школа отметит 75-летний юбилей. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События. Провести лето с пользой для здоровья и без ущерба для кошелька. В Самаре продолжаются бесплатные занятия на свежем воздухе в рамках акции «Самара в движении». Обо всем подробнее расскажет Александр Гусева. Настроение в каждом движении. Тренировки по зумби всегда собирают аншлаг. Энергичное занятие для всех желающих на первомайском спуске набережной проходит в рамках физкультурно-спортивной акции «Самара в движении». Жители и гости города могут присоединиться к тренировкам под открытым небом. Каждый может найти что-то свое. Хатха-йога, стрейчинг, брейкинг, кикбоксинг. В общей сложности более 20 видов занятий, которые можно посещать бесплатно. Их проводят ведущие специалисты фитнес-клубов города. На самом деле это уникальная возможность жителям города попробовать разные спортивные направления. Попробовать спорт, если они им не занимаются. Да и тренироваться на открытом воздухе. Ну, это потрясающе. Зумба – это микс из элементов самбы, сальсы, хип-хопа, фламенко. Танец очень энергичный и зажигательный. Основатель направления придумал эту программу случайно, в 2001 году. Хореограф-танцор из Колумбии Альберто Перес однажды забыл взять на тренировку свой плейлист. Ему пришлось заниматься под латиноамериканские мотивы. Тренировка оказалась настолько зажигательной, что танцор решил создать программу, которую назвал «Зумба», что в переводе означает «веселье, жужжание». Сегодня «Зумба» и занимаются во всех уголках мира. Движения просты, ритмичны и задействуют абсолютно все мышцы тела. Результат – хорошее настроение, стройная фигура и крепкое здоровье. «Зумба» – это у нас танцевальная фитнес-программа, основная на латиноамериканских ритмах. Это такое очень веселое, зажигательное занятие, на котором у нас люди могут просто прийти и просто потанцевать. Акция «Самара в движении» продлится до 27 августа. Расписание занятий можно найти на сайте администрации «Самары». Александра Гусева, Максим Гусев. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко в своем телеграм-канале пишет о ставшем уже традиционном конкурсе «Цветущий Ленинский» на самую красивую благоустроенную дворовую территорию, самую красивую клумбу и газон. Инициативные люди занимаются благоустройством по зову души. И задача районных и городских властей – поддержать их, растиражировать инициативу, чтобы она стала примером для других. И публикует фото территории, расположенной по адресу Садовая 231. Телеграм-канал Куйбышевского района Самары сообщает, что 13 августа на стадионе «Нефтяник» пройдет районный праздник, посвященный Дню физкультурника. Помимо веселого времяпрепровождения, вы сможете еще и официально сдать нормативы ГТО. Для этого в день праздника нужно будет предоставить судьям справку от врача о допуске к сдаче ГТО, а накануне зарегистрироваться на сайте gto.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в «Одноклассниках» и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»